предлагаю улучшение звука вашей техники не прибегая тому чтобы проводить через щиток электричества то есть достаточно на определенном отрезке сделать в общем покупаете кабель сечением 4 электрический тут есть два варианта вы покупаете цельный кабель либо этими называется я нам предпочитаю то есть два варианта нельзя сказать предпочтение то есть если бы ну приобретете ну мы это цельный до либо ворсинками если ворсинками более аналоговый будет но я не не экспериментировал с ворсинками я сразу купил ну ну потому что но он более цельный и звук более цельный у аналогового более красивый звук вот эти ворсинками красивый звук у цельного скажем динамика лучше то есть он по цифровому звучит хотя бы да но вы можете эту цифру потом на него же поставить в дальнейшем и облагородить но суть в чем заключается чтобы промежуток провозки которые вот возле вашей техники находятся там составить как бы вот зону которая собирает эту энергию то есть вот сечение 4 покупаете на него значит вилку 16 ампер и розетку 16 ампер то есть это будет ваша система которая соберет электричество в этой области я еще сделал так что я спиралью закрутил этот кабель но он уже продавался закрученный просто тут главное раскрутить его и правильно по спирали сделать что значит правильно то есть вилка должна находиться внизу и по спирали вверх накручиваете до розетки то есть если вы наоборот сделаете и по часовой стрелке еще должно это быть наоборот сделайте звук будет другой то есть там не так просто надо по правилам как бы делать спирали то есть к розетке должно идти вверх как бы как как комок и круг опять-таки от зоны круга чем шире он ну тоже влияет звучание то есть все это нужно учитывать ну и плюс учитывать фирмы вилок и розеток которые вы хотите то есть можно на алиэкспресс взять позолоченной вилкой и либо нашу вилку будет звук совершенно разные то есть вы по звуку уже сами там отбираете я вам просто рекомендую значит брать цельный этот медный кабель опять фирмы альфа кабель мне понравилось альфа кабель тут важно такая фишка чтобы там сеть цвета были сечения значит коричневый и синий то есть есть голубой и белый меньше баса дает вот если коричневый и синий больше баса просто-напросто но более детальный более прозрачный более такой воздушный это голубой и белый конечно но это опять таки но будет легковесная как бы музыка относительно легковесная значит вот этот вариант а 10 метров нужно брать то есть вымерил сечение то есть я купил 10 метровый и думал как бы но из-за того что он настолько тяжелый этот кабель этот цельный что его так тяжело угнуть тяжело будет вам вставлять это все как бы в розетку там загибать все такое прочее вот поэтому как бы покупайте дополнительно индуктивность короче 10 метров должна быть то есть я купил и мне более-менее нормально звучит ну как бы понравился по индуктивности такой индуктивность это когда вы больше или меньше берете и у вас просто начинает пропадать вверх или вниз вот для чего нужна индуктивность и каждый кабель каждое сечение имеет свою индуктивность например двойка с половиной я брал этот вот ворсистый там было 11 метров индуктивность я мерил то есть если покупать 10 туда не сюда придется наращивать если вы купите 20 или 15 то придется отрезать то есть больше нельзя сделать и меньше не больше как бы индуктивность нужно найти в этом в цельном металлические 4 миллиметра сразу скажу я не стал мудрить вот мне понравился звук и принципе я посчитал его правильно 10 метров вот 20 точно не подходит 15 не пробовал купил 10 и считаю что на слух по индуктивности осталось ровно как бы ровный низ ровный вверх как бы все ровно как бы гармонично звучит вверх-низ середина все в пропорции вот если брать большую длину соответственно будет глухо звучать не прибавится больше от этого вверх или низа наоборот при большом размере наоборот уходит все при маленьком тоже там могут быть вот когда люди покупают межблочники там я знаю полметра они не понимают они думают что от того что они полметра купили они этот промежуток быстро дойдет до сигнала технически да но еще существует индуктивность люди этого не понимают ну вот я же все это знаю и соответственно я вымеряю индуктивность но я на слух это делаю по-другому никак это не вымеряется технически это только аудиофил который понимает по слуху ну вот если вы такую комбинацию сделаете поставите к вашей технике а уже на него уже можно насаживать любой удлинитель то что вы хотите но естественно как бы у людей их тоже есть свои сечения и свои индуктивности то есть если брать 1 миллиметр удлинитель сечением 1 миллиметр то 3 метра как бы индуктивность если брать сечением полтора тогда полтора метра индуктивность длина кабеля я имею ввиду но я рекомендую ставить не полтора метра на полтора сечения а все-таки но для дорогого хаэнда наверно подойдет на полтора сечения для менее дорогого лучше 3 метра а вот этот вот моток он все равно будет сказываться скажется на вашем прозрачности на мощности мощность что имеется ввиду весомость то есть если у вас маломощный усилитель или даже компьютерные колонки они превратятся собственно говоря такой маленький хай-фай компонент сразу же инструменты станут весом вот такая фишка аудиофильская которая позволит но это не дешевая конечно фишка получится потому что этот кабель я участку пил 4000 он стоит если использовать еще вилку которая будет на алиэкспресс но 500 рублей стоит да и розетка которая тоже может стоить в районе но около 5 тысяч обойдется это такая вам фишка но получится интересно только надо будет понимать что если вы поставить такие улучшайзеры как как говорится но в интернете на этом не рассчитано ваша техника превзойдет как бы записи которые стандарте происходят стандарте стандарт это не больше двух с половиной сечения на самом деле 4 это уже превосходит то есть вы будете ну некачественно слушать некоторые то что выкладывают вещи то есть цифровые вещи вы будете слушать хорошо нормально аналоговые вот плохо слушать просто аналоги они не подстраиваются под вашу технику поэтому на некоторых сайтах вы будете слушать еще лучше запись у вас будет звучать на некоторых будет в худшем случае звучать но вы можете использовать эту как бы фишку просто включать и выключать когда нужно то есть захотели через нее пустили как бы свой углинитель то есть у вас основной остается свой углинитель это коммутация она просто вспомогательная то есть когда вам нужно если тем более вы записями занимаетесь попробуйте через нее записать если вы записями не занимаетесь только слушаете вы или вы можете себе накодировать как бы в этой разработке записи а потом слушать уже без нее и будет звук сохраняться вот эти этой фишки просто на просто